Всем привет! С вами Кадры. И сегодня у нас те люди, которые смогли соединить маленькую часть прошлого с современностью. Благодаря им мы можем снова посмотреть на рисунки наших ровесников, которые были нарисованы несколько десятков лет назад и помещены в подземный переход возле городского дворца творчества. Сегодня у нас в гостях Максим Узов и Алена Шапарь. А поговорим мы про их интересный проект, между прочим, который находится в подземном переходе. Итак, мы хотим задать вопрос, чем он все-таки уникален? Подземный переход, который находится у дворца творчества, он уникален тем, что там до сих пор сохранились... Во-первых, сохранился сам арт-объект в достаточно неплохом состоянии, ну не сказать, что совсем удручающим, но неплохом. И во-вторых, этот объект отражает то, как жили дети тех времен, когда этот подземный переход строился. А строился он в 1977 году. Да, еще важно, что рисунки, которые нанесены, были нарисованы ребятами примерно вашего возраста. И, ну, представьте себе для ребенка, ладно, вы уже постарше, а есть дети, которым там 6-9 лет, и вот они идут по переходу и видят, что их рисунок, который они нарисовали на маленькой бумажке где-нибудь там в изо-студии, теперь практически навсегда, мы стараемся это сделать, останется в пешеходном переходе. И каждый житель города сможет его увидеть. Мне кажется, что это, во-первых, потрясающе, а во-вторых, это уникально, потому что в России у нас больше таких переходов нет. И, в принципе, таких подобных арт-объектов их тоже нет. Там важный момент, что если посчитать всем этим детям уже сколько лет? 50, 60. Ну, они уже... Это уже взрослые люди, и... Они наши бабушки и дедушки. Примерно. А для того, чтобы наши телезрители понимали, как это все сейчас выглядит, предлагаю посмотреть маленькую мини-экскурсию от... Сони Волковой. Сони Волковой. Всем привет! Я нахожусь в подземном переходе у Дворца Творчества. И можно подумать, что я, как бедный школьник, пришла сюда зарабатывать. Но на самом деле нет. Это место стало настоящей омской достопримечательностью. И я уверена, что почти у каждого омича есть фото в профиле из этого места. В 1977 году советские дети, которые занимаются во Дворце пионеров, создают уникальные рисунки. Но со временем они покрываются большим слоем масляной краски и приходят в ужасное состояние. До того момента, пока наши герои Максим Мусов и Алена Шапарни проделали огромную работу. Вместе с омичами они отмыли 18 тысяч плиток с советскими рисунками. И теперь они радуют омичей в этом переходе. Субтитры создавал DimaTorzok Если бы не они, то история так и осталась бы под толстым слоем краски. Ребят, а может быть раскрасим еще один переход? Только уже с современными школьниками. То есть вы брали тряпки и прям оттирали от стен краску, которая закрывала вот это вот все великолепие? Прям не совсем тряпки. Скорее мы брали шпатели, ковырялочки какие-то. Ну начиналось все с тряпочек, правда. Потому что когда мы только это все обнаружили, мы сами ничего не знали. Мы не умели работать с такими средствами. У нас нет художественного образования, ну например, ни у кого. У меня есть. У меня есть? Да. Ну в общем мы малярами, мы тоже никогда не были известны. В общем мы ничего не знали, как это все работает. И когда мы пришли впервые, мы начали пробовать самый простейший способ. Мы брали тряпочку, мы брали какой-то шпатель, какой-то ножичек, начали ковырять, применять растворители самые обычные. Потом выяснилось, что это не так все просто. И уже подключился наш знакомый Паша, который нам как технолог подсказал, что может помочь снять вот эти все графики. Выглядит все это достаточно просто, но мы тоже думали, что мы придем, возьмем шпатель, все это намажем, классно все отмоем. И все, к весне у нас все будет супер-пупер. Нифига. На самом деле, да, все закончилось тем, что мы наносили несколько слоев. А так как плитка была обожжена в печи, и глазурь, когда наносится на поверхность, иногда, если неправильно выставлена температура в печи или еще что-то происходит, она становится такой бугристой. И из этих бугорочков очень сложно выковырять масляную кратку. Поэтому мы брали металлические щеточки, растворитель, свет, нет, сначала смывка, потом растворитель, металлические щеточки. У нас у каждого своя мотивация, почему мы это делаем. У меня, потому что это, во-первых, последние пару лет я увлекся архитектурой и просто люблю ее рассматривать, разглядывать, какая архитектура относится к какому времени. И для меня, например, подземный переход — это один из... Архитектурных объектов очень важных. Ну да, один из объектов важных, которые отражают, собственно, дух эпохи советской. Это, во-первых. Во-вторых, это место, которое я уже много раз об этом говорил, это место из моего детства. Когда я был ребенком, когда у меня было лет 10-12, я ходил в Дворец творчества заниматься туда, в кружок, и я постоянно ходил по этому переходу. Ну а в-третьих, я очень... Вот это моя любимая часть города, кто бы что ни говорил, кто бы что ни называл. В общем, я очень люблю место от телецентра до старозагородной рощи. Вот эти вот все лесочки, кампус аграрного университета, собственно, территория Дворца творчества — это мое любимое место в городе, и я очень люблю там гулять. Поэтому вот у меня три причины, почему я взялся за это дело. Ну и Алена уже сказала, это уникальный объект, которого... Такого объекта в городе, по крайней мере, точно не существует больше. Да не только в городе, и в России на самом деле такого не существует. На самом деле, вот как я вообще попала в этот проект, еще я очень важную деталь хочу упомянуть, что мы не вдвоем с Максом, нас четверо в команде. И мне бы хотелось, чтобы ребят, которые с нами в команде, тоже упоминали. Это Ваня Герасимович и Коля Немамонт, наши друзья. Один из них художник, второй психолог, который помогает нам разруливать все наши ожесточенные споры, когда мы начинаем, особенно с Максом, вдвоем решать, что нам нужно дальше делать. Поэтому их тоже очень важно упомянуть. Моя мотивация была в том, что я как художник посмотрела на колоссальный труд. Это во-первых. Во-вторых, я вспоминала себя, когда я была ребенком. Когда мне тоже, как вам, было лет 14-15, и мои рисунки куда-то попадали на какую-то выставку. И насколько для меня было важно, что смогли большое количество людей увидеть мои рисунки. И для меня это было очень важно. Мне кажется, что для детей, которые тогда рисовали эти рисунки, это тоже очень важно. Потому что с нами однажды даже связалась дочка одного из мальчиков, теперь уже дедушки, который оставил там свой рисунок и сказал, спасибо, что вы делаете такое важное дело, потому что это очень важно. А потом к нам присоединилась еще Ярослава Черепанова. Это очень важный момент, потому что в чем еще важность этого объекта в том, что это делал один человек, известный омский художник, которого зовут Ростислав Черепанов. Ему помогала его дочь. Да, к сожалению, он в прошлом году скончался, но вот в общем это один из его немногих монументальных объектов, которые он сделал в городе. И это тоже очень уникальная вещь в этом плане. Вот к нам в прошлом, в этом году присоединилась дочка его. Да, но она уже тоже взрослая, то есть она не девочка маленькая, она взрослая женщина, которая увидела где-то в интернете, что вот такой историей занимается. И, конечно, для нее это тоже очень важно, потому что это то, что сделал ее отец, и ей тоже хотелось бы это сохранить. А вот простые амичи вам помогали как-то? Конечно. Это на самом деле было для нас самым большим удивлением, потому что мы не ожидали, что так много людей захотят просто прийти и помочь. Но началось все с того, что мы с друзьями начали туда ходить. Ну, то есть у нас была такая компашка, и мы по фану все это делали. Приходили, там что-то оттирали, веселились. Для нас это, ну, как бы времяпрепровождение было в какой-то степени. То есть вместо того, чтобы пойти куда-то потусить, мы шли в переход тусить. И тусили и делали какое-то полезное дело. Кстати, прекрасная альтернатива. Это вообще великолепно, это супер объединяет. Когда надоели все эти дискотеки, можно пойти и поотмывать переход. Да, и потом посредством соцсетей я просто обожаю силу интернета, насколько она может сблизить людей. Мы просто кинули клич, типа, ребят, привет, вот мы такие, и мы здесь отмываем, если хотите, к нам присоединяйтесь. И мы рассказали, почему этот переход важен, что в нем прикольного. И люди просто на следующую вылазку пришли. Кстати, о помощи простых амичей инициатива Алены была, что надо бы начать собирать пожертвования, на которые можно было бы уже купить серьезные материалы для работы. И когда Алена об этом сказала, я такой, мне кажется, никто нам не поможет. Но когда мы заявили о том, что, ребят, кто хочет, помогите нам средствами, сколько денег мы собрали в первую ночь? 10 тысяч рублей. Да, 10 тысяч рублей мы собрали за одну ночь, то есть это как раз о помощи амичей. Что мы на них купили? А мы на них купили. Мы постоянно все эти средства тратим на то, чтобы покупать смывки, растворители, средства защиты и так далее. То есть это все-все-все, абсолютно все деньги у нас уходят в этот проект. То есть ничего себе мы не берем и на какие-то другие цели не тратим. Единственное, наверное, на что мы деньги не тратили, это тряпки, потому что люди приносили нам огромное количество тряпок, но они тоже расходились у нас очень быстро. А вы говорите, что вы проделали колоссальную работу, вам помогло колоссальное количество людей, вы использовали колоссальное количество инструментов. А какой итог работы? В каком состоянии находится переход сейчас? И на ваш взгляд, как долго ему? Что еще нужно для того, чтобы довести его до идеала? Ну, в первую очередь, есть только промежуточный итог. Да. Мы за год работы, если в совокупности складывать все месяцы, когда мы конкретно работали на объекте, мы наконец-то закончили оттирать все возможные места, и мы открыли все возможные рисунки. Прямо закончили, а по этому поводу у нас тоже очень много споров, закончили мы или не закончили. И мы всегда меняемся во мнении, потому что у кого-то обязательно вылетает перфекционизм, и ты находишь какие-то вот такие маленькие козявочки, которые там где-то прилипли, такой, нет, нам еще здесь месяц работать, мы будем все это оттирать. Вот именно рисунки, которые можно было открыть, мы их все открыли, то есть там где-то есть пустые места, мы их не стали трогать. А вот где есть еще рисуночки, которые можно было вскрыть, посмотреть, кто там их нарисовал, это у нас готово. Но, конечно, в плане косметическом там еще очень много работы. В целом, там еще один из вандалов, это естественные причины, это, конечно, погодные условия. Да. Приход продолжает разрушаться, и плитки продолжают отпадать. И если мы что-то замечаем, где-то что-то шатается или отпало, мы быстренько эти плиточки собираем. У нас целый мешок этих плиток уже сохранился. Плитки отпадают, если отпадает одна плиточка, начинает отпадать целое полотно, потому что много лет прошло, подтопление перехода, все это происходило. И однажды мы просто прогуливались с моим знакомым, прогуливались по этому месту, я решил спуститься, просто посмотреть. И я увидел, что одна плитка, ну, вот так вот еле отходит. Я ее потрогал пальцем, она выпала, а за ней просто посыпалось все. И мы с другом, как могли, вот так вот на все четыре ноги руки, мы ловили, чтобы они не упали и не разбились, потому что это керамика. В общем, спасли, к счастью, все. Тут же я звоню Алене и говорю, так, ребята, у нас проблема. И в итоге я говорил, ребят, что нам делать, куда это везти, сейчас нет возможности никуда это отвезти. И, в общем, ребята предложили вариант спрячь где-нибудь. И я нашел какой-то старый грязный пакет, точнее, мы знакомы нашел этот старый грязный пакет. И мы сложили и спрятали. Единственный случай, когда мусор на улице пригодился. Да, когда летающий пакет по улице пригодился, я собрал в него все эти плюточки и спрятал под деревом. Хорошо, что местность такая с деревьями. Да, что можно спрятать. Но мы знаем, что у Максима, помимо того, что он любит паниковать, есть еще и радиопроект, в котором он тоже любит паниковать. Под названием «Ракета». Помимо того, что вы паникер, мы еще знаем, что у вас есть Инстаграм. Да, есть. Так вот. А у кого его сегодня нет? Конечно же, красная женщина. У нас есть персональный аналитик, который анализирует Инстаграм наших гостей. И вот как раз-таки давайте посмотрим репортаж этого аналитика. Ну, давайте. Всем привет! Скажи мне, что в твоем Инстаграме, и я скажу тебе, кто ты. Можно ли судить людей по их профилю? Кто-то скажет, что там все не так, как в жизни. Но мы будем сделать Инсту Максима Усова именно с целью составить его Инстапортрет. В шапке профиля красуется надпись. Терплю крушение в течение 325 серий. Что это за загадка? Лучше спросить у Максима. Мы можем видеть, что на все названия актуальных историй на английском. Видимо, Максим хорошо владеет этим иностранным языком. Но это мы еще проверим. Что сразу бросается в глаза, так это яркие краски в профиле. Действительно, в такую пасмурную погоду спасает только цвет. Ну, а если вы спасаетесь музыкой, то обязательно загляните в актуальное Faith Songs. Максим отлично разбирается в музыке и даже формирует плейлисты для крутых молодежных кафе. Максим, мы поняли, что вы любите музыку и знаем, что у вас есть радиоракета. В чем суть этого проекта? Проекту вообще 9 лет недавно исполнилось. Это очень большой возраст для некоммерческого проекта. И сложно сказать, есть ли у него будущее в этом плане, потому что за это время он из обычного студенческого проекта, обычного городского проекта перерос в проект, который можно считать просто моим хобби. Вот, то есть, такая отдушина. Я прихожу домой, сажусь, подбираю туда музыку и вот всякими такими делами занимаюсь. Просто, чтобы как-то себя увлечь и провести свое время свободное. Что это за проект? Это интернет-радио, оно про музыку, там собираются плейлисты, туда делают подкасты и миксы записывают различные омские, и не только омские музыканты, диджеи, ну, просто активные деятели города. То есть, проект об этом, он о музыке, вокруг нас и все, что касается нашей локальной среды. А локальная среда сегодня, сами понимаете, сильно разрослась до соседних городов, стран и даже до далеких городов, типа Москвы. И на самом деле, нужно сказать спасибо радио Ракета за то, что мы познакомились с Максом. За нашу помощь, я знаю. Ну, и сказать, что это какое-то масштабное что-то, нет, это что-то маленькое, нишевое, кому нравится, всех. Заходите, слушайте, это 24 на 7 работает. Про ваш инстаграм мы все узнали. Теперь давайте пойдем в гости к Алене. Мы знаем, что Алена художник. Давайте посмотрим теперь аналитику ее инстаграма. Мне уже страшно. Ну, давайте. Следующая на очереди в инстаразбор Алена Шапарь. По профилю сразу видно, человек творческий. Такое обилие пастельных тонов просто праздник для визуала, особенно в мрачное время года. Алена активнейший пользователь. Здесь сейчас 143 поста, а количество историй мне просто лень матушке считать. Там, мне кажется, вся жизнь. Вот, например, Алену веселиться с друзьями. Здесь ей ставят брекеты, а тут она показывает свой новый проект. Словом, жизнь нашей героини более чем насыщенная. Алена, наверняка вы курируете конкурсом, где надо оценивать рисунки. Ну, который сделан для того, чтобы заполнить пустые места. Расскажите вообще про этот конкурс. Кому пришла идея его организовать? Какие там критерии оценивания? Кто вообще может поучаствовать? Какой промежуточный возраст? Ну и самое главное, какая ваша любимая работа? Да, у меня есть любимая работа с этого конкурса. Я расскажу о ней чуть позже. Вообще, конкурс придумала я. И Макс, у меня он уже косо смотрит, потому что... Я все цело отдаю эту привилегию тебе. Потому что ребята были, наверное, не особо рады. Потому что организация детского конкурса рисунков – это очень сложное занятие. И мы понимали, что это сложное занятие, но не понимали, насколько. Так как все это происходило во время пандемии, когда нас всех закрыли, и мы сидели по домам, никуда не выходили. Это началось все в апреле. Мы решили, что пока дети сидят дома, нужно их чем-то полезным занять. И эту полезность применить потом можно будет и для города в том числе. Поэтому мы предложили конкурс рисунков, разослали онлайн везде, везде, везде. Мы позвали все телеканалы, на радио, какие-то заметки везде отправляли, во всякие издания. И информация разошлась. К нам стали приходить рисунки. Мы взяли темой конкурса «Амич будущего», потому что мы хотели посмотреть, как дети хотят видеть будущее уже наше. То есть мы видим свое будущее, так как мы немножко постарше, совсем по-другому, нежели дети. А как следует оговориться, что как раз-таки все рисунки 70-х годов, которые есть в подземке, они как раз и отражали настоящее и будущее, о чем мечтали те дети тех времен. То есть там именно сюжеты эти отражены. Вот поэтому и такая цепь. Да, и поэтому мы тему такую взяли. Но мы решили ограничивать не всей России, как это было тогда, всем союзом. То есть мы видели там и Красную площадь, и какие-то такие объекты интересные. Мы решили ограничить только Омском. И я очень сильно удивилась, когда мы начали получать первые работы, потому что ощущение такое, что ценности не поменялись. То есть все примерно то, что мы видели на рисунках в 77-м году, дети хотят этого и сейчас. То есть маленькие дети от 6 до 9 лет, они изображают себя, свою семью, свою собаку. Ну то есть там нет никаких футуристических сюжетов. Дети чуть-чуть постарше, там примерно вашего возраста, они уже начинают думать, о кем я стану, когда вырасту, какую я выберу профессию. То есть это какой-то момент самоидентификации. То есть они пытаются понять, кто они есть в этом мире. А вот ребята, которые еще чуть-чуть постарше, 17-18, там примерно ближе к 20, они уже начинают думать о каких-то вещах, как экология. Их очень сильно волнует. Какие-то важные общественные инициативы. Они очень сильно хотят, чтобы люди объединялись и делали вместе какое-то важное дело. И по сути, чего-то такого фатального мы не увидели. Дети остаются детьми, и это самое прекрасное вообще, что может произойти. У нас был один спор, кстати, между собой. К сожалению, конкурс рисунков мы смогли закончить только этой осенью. Потому что из-за пандемии все очень сильно затянулось, а нам хотелось вживую познакомиться с ребятами, которые эти рисунки нарисовали. Потому что главной задумкой этого конкурса была именно вписать эти рисунки в будущую реставрацию перехода. Потому что мы хотели сначала восстановить рисунки. Ну, то есть вы видели, что некоторые места, которые мы не отмыли, мы не отмыли не просто так. Потому что там вывалилась плитка, и все это замазали бетоном. А с бетона отмыть краску очень сложно. Да и незачем. Да, и незачем. Мы подумали, как можно сделать так, чтобы было совсем красиво, но чтобы это не было похоже на реставрацию современную, когда все обшивают сайдингом и забыли про прошлое. Ты хотела задать вопрос? Да. Вот вы как художник, вам не кажется, что они будут смотреться как-то, ну, различно? Инородными? Да, поэтому мы как раз и хотели вписать так, чтобы это были тоже детские рисунки, тоже примерно на те же похожие темы. И да, они все равно будут выглядеть немножко новее, но тематика будет та же самая. В будущем мы хотим, чтобы эти рисунки украсили как раз вот эти вот пробелы. Там, где сейчас бетон, его убрать и поместить туда новую плитку. К сожалению, на это нужно очень много денег найти, и мы пытаемся сейчас всяческими способами отыскать эти деньги, чтобы сделать переход снова красивым. Ну, просто справедливости ради стоит отметить, что наивный стиль, он не меняется с годами. То есть сама стилистика у большинства работ, у новых, она примерно такая же, как стилистика у тех работ. То есть там рисовали дети, и некоторые взрослые, кто из взрослых участвовал, они посмотрели на работы и поняли, что так, мы поняли примерно стиль, так и нарисуем. И пара работ там были, ну, просто потрясающие, вот именно от взрослых. А дети все практически нарисовали вот в том же стиле, что дети из 70-х годов. А вот для того, чтобы как раз вместить эти новые рисунки в переход, вот вам нужно какое-то разрешение, одобрение с вышестоящих? Все-таки пешеходный, вернее, не пешеходный, а подземный пешеходный переход, это муниципиальная собственность, то есть она принадлежит государству. Не может же каждый, любой человек там прийти и заниматься своими делами там-то, самодеятельностью. Что-то наклеить, что-то убрать. На это же надо разрешение. Может, вы его уже получили? Или же это вы все делаете на самом деле незаконно? Мы нелегальщики. Ну, мы честно говорим, да, мы делаем все это нелегально. И мне кажется, что так как мы делаем хорошее дело, поэтому нас никто и не поймал, и не посадил в каталажку. Ну, на первых порах нам точно не требовалось никакого разрешения, когда мы просто приходили с тряпочками отмывать. Ну, понятное дело, что, скорее всего, мы еще просто этот вопрос не продумывали, потому что до реставрации, именно когда нужно штробить стены, вставлять новые плитки, это еще очень далеко, и юридически мы этот вопрос еще никак не курировали, не продумывали. Но я думаю, что, конечно, нам нужно будет это согласовать, хотя бы показать примерно эскиз того, что мы хотим видеть. Нам кажется, что не обязательно ждать, пока кто-то что-то разрешит вам сделать. Я всегда говорю вот эту коронную фразу, которую, мне кажется, уже все слышали сто раз. Если ты хочешь, чтобы возле твоего подъезда была красивая красная лавочка, ты тратишь 175 рублей на банку краски, идешь и красишь эту лавочку. То есть 175 рублей – это не такая большая сумма, сейчас кофе стоит дороже. Но при этом ты сделаешь доброе дело и своим соседям покажешь пример, что меня никто не просил, я просто пошел, хотел сделать красиво и сделал. Почему у нас появляются вот эти потрясающие дворы, где, знаете, лебеди из покрышек, пальмы из бутылок, и вот они такие потрясающие. Потому что одна бабушка выходит и из бутылки вырезает пальму, а все остальные бабушки такие «О, прикольная движуха, пойдем тоже бутылок насобираем, из них вырежем что-нибудь». И у них образуется комьюнити. Важно просто понимать, что если ты сам не начнешь менять пространство вокруг тебя, никакая власть это не сделает, даже если она поменяется, и еще раз поменяется, и поменяется. То есть если люди сами не начнут родить за то, что вокруг них, где они живут и в чем они живут, ничего не поменяется в целом, там, в стране, например. Ребята, спасибо большое за вашу искренность, за ваше неравнодушие. За вашу энергию. Да, позитивную. Спасибо большое, что вы пришли. У вас прям так ровняться хочется. Да, спасибо вам ровно, что пригласили. Нам было очень приятно с вами этим поделиться. Это вам большое спасибо за такой замечательный институт. С вами были кадры «Увидимся!»